Встреча Его фарисеями и саддукеями Требование это объяснялось как бы желанием их уверовать в Иисуса, если сам Бог, знамени им с неба, подтвердит им, что Иисус действительно Мессия. На самом же деле они лицемерили. Они уверены были, что Иисус ради удовлетворения их любопытства не даст и теперь им никакого знамения с неба, как не давал и прежде. А это, по их мнению, даст им повод разглашать в народе, что Иисус, не могущий дать знамение с неба, не может быть признан Мессией. А потому они и настаивали на своей просьбе. Зная их лукавые помышления, Иисус с грустью посмотрел на них, глубоко вздохнул и как бы про себя сказал «Для чего род сей требует знамения?» Обличение их в лицемерии. То время изобиловало поразительными знамениями. Седьмины Данииловы окончились. Скипетр отошел от потомства Иуды. Евреи подчинены языческому царю и ждут обещанного избавителя. Пришел Иоанн в духе и силе Ильи приготовить путь Господу. Явился Иисус и своими делами осуществил все, что возвещали пророки о Мессии. Вот знамения, по которым знакомые с Писанием должны были узнать, что наступившее время есть действительно время пришествия Мессии. Но фарисеи и саддукеи настолько ослеплены были своими превратными понятиями о Мессии, что потеряли способность различать эти знамения времен. Хотя они привыкли по известным признакам судить о будущем, например, о предстоящей погоде, «И вечером, видя красное небо, говорят, завтра будет ведро, а поутру, видя багровое небо, говорят, сегодня будет ненастье». И потому должны были бы по известным им признакам, знамениям, узнать и наступление времени Мессии, но упорно не хотят узнать. «Лицемеры», — сказал им Иисус, — «различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». Затем, обращаясь, по-видимому, к окружающим его, а не к фарисеям и саддукеям, он сказал, «Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». Неожиданное удаление Иисуса с апостолами в лодке на другую сторону озера. Не желая продолжать разговор с этими лицемерами, не желая даже оставаться с ними, и Иисус, только что вышедший из лодки, опять сел в нее с апостолами и отправился на другую сторону озера. Неожиданность отъезда Иисуса на другую сторону озера лишила апостолов возможности сделать запас хлеба на предстоящее плавание, и они отчалили от берега, имея с собой всего лишь один хлеб. Это беспокоило их. А Иисус, сев в лодку, скорбел об ожесточении сердец фарисеев и саддукеев, которых оставил теперь с толпой народа на берегу. Скорбь эта усиливалась еще сознанием, что избранные ученики его, апостолы, если и были преданы ему, все-таки не имели еще надлежащей веры в него. Желая предостеречь их от слепоты фарисеев, не умеющих различать знамени времени его, он сказал им, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». Беседа о закваске фарисейской и саддукейской Те же слова Иисуса евангелист Матфей передает так «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» от Матфея 16, 6. Ирод Антипа принадлежал к секте саддукеев, поэтому закваска иродова означает то же, что и закваска саддукейская. Апостолы не поняли этого предостережения и думали, что Иисус упрекает их за то, что они не взяли с собой хлеба. Неужели вы думаете, что я, накормивший пятью хлебами пять тысяч и семью хлебами четыре тысячи человек, не могу сделать того же и для вас, двенадцати учеников моих? Зачем же вы, имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните того, что на ваших же глазах совершилось? Неужели вы еще не понимаете и не разумеете все совершающееся перед вами? Неужели и теперь сердце ваше твердо, как камень? Как же не понимаете, что не о хлебе я говорил вам, когда сказал «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»? Тогда только апостолы поняли, что Иисус предостерегал их от опасности, какую влечет за собой учения фарисеев и саддукеев. Музыка Иисус предотвращается на кухонную, Продолжение следует...